На чемпионате мира по футболу в России сыграно большинство матчей первого тура группового этапа. Перед началом первенства знаменитый тренер Жазема Уриню рассказал, какие команды, по его мнению, выйдут из группы, специально для АРТ. Он прокомментировал итоги уже состоявшихся встреч и сравнил их со своими прогнозами. Перед турниром вы дали предсказания, какие команды выйдут из своих групп, это были шуточные предсказания, конечно, я говорил серьезно, но иногда намеренно добавлял перчинки в своих прогнозах. Для группы АВИ предсказывали выход в плейер в России и Рубвая, и они почти там. России нужна ничья с Египтом, и дело в шляпе, возможно, будет 2 к 2. Это ничья приведет Бразилию в чувство. Мауринью подвел итоги четвертого дня ЧМ-2018 по футболу. В группе Бевы уверенно назвали Испанию Португалию, но лидирует сейчас Иран. Испанцам и португальцам нужно быть осторожными в матче с Ираном. Им теперь нельзя проигрывать. Если азиатская команда наберет 6 очков, то она выйдет в плейер, а один из фаворитов поедет домой, но я уверен, что Испания и Португалия наберут 7 баллов. При этом думал, что испанцы окажутся на первом месте, они могут забивать больше, чем сборная моей страны. В следующем квартете вы называли Францию и Австралию, но пока впереди французы и датчане. Но вы же видели, как проиграла Австралия. Она не заслуживала поражения, по моему мнению. Австралийцы показали, что они достойны того, чтобы набирать очки. Если Сокеруси дальше будут играть так же, как с Францией, то должны оказаться выше и Дании, и Перу. Мое предсказание все еще в силе. В группе Д выставили на Аргентину и Нигерию, но обе команды потеряли очки. Африканцы и вовсе начали с поражения. Согласен, что с Нигерией я, скорее всего, ошибусь, не потому, что она проиграла, а из-за того, как она уступила Хорватии. Мне совсем не понравилась игра африканцев. По именам мне нравится эта команда, типичный африканский коллектив с крепкими игроками, но сейчас я разочарован. Когда Джона Би Миккел играет на позиции форварда, такая команда не может выиграть. Вместо хорошего центрального полузащитника Нигерия предпочла плохого нападающего. Он не создавал динамики. Теперь я думаю, что в плей-офф выйдет Хорватия. По вашей версии, из группы Е должны выйти Бразилия и Швейцария, но лидирует Сербия. Да, она провела хороший матч с постерикой. Когда я вычеркивал ее, я не то чтобы думал, что сербы поедут сразу домой. Я пожелал, чтобы это произошло, потому что хочу, чтобы Неманя Матич из моей команды хорошо отдохнул перед новым сезоном. Но я знал, что у них много сильных и опытных игроков, сербы с сильной духом, я это давно подчеркнул из разговоров с Матичем. Им очень хочется хорошо выступить на чемпионате мира. Но обратите внимание, что и Швейцария набрала очко в матче с Бразилией. Конечно же, у них будет еще три после игры с Коста-Рикой. Во встрече с Сербией швейцарцы могут рассчитывать на ничью и с пятью очками идти дальше. Так что мой прогноз остается всеми, честно признаюсь, мне просто хочется поскорее отправить своего игрока в отпуск. Поражение Германии, осечка Бразилии и лидерство Сербии, итоги четвертого дня ЧМ-2018, в квартете Ф вы выделяли Германию и Мексику, но немцам теперь нужно проделать долгий путь до плей-ф. Думаю, Германия пройдет дальше с шестью очками. А у Мексики есть шанс набрать пять баллов. Если латиноамериканцы не проиграют Швеции и Южной Кореи, что вполне вероятно, то пройдут дальше, сомневаясь, что нас ждет скандал с вылетом немцев. Мой прогноз будет верным. В остальных группах матчи еще не состоялись, но напомним, что из квартета Г должны выйти Бельгия и Англия, абсолютно точно. Точка из группы К, Сенегал и Польша. Я выбрал Сенегал, потому что мне нравятся африканские страны. Хочу, чтобы одна из них вышла в плей-ф. Я оставил на Нигерию и Сенегал, но первая команда меня подводит, так что остается надеяться на Сенегал. У этой сборной есть хорошие игроки, выступающие в сильных лигах. Вы проработали на чемпионате мира пять дней. Какие у вас остались впечатления? В Москве прекрасная атмосфера, здесь тысячи людей из разных стран, прекрасная погода. Студия РТ – это лучшая студия, которая только может быть у любого телеканала. Это был отличный опыт. Однако теперь мне надо отдохнуть и заняться своими делами. Но к полуфиналам и финалу я вернусь на РТ. Продолжение следует...